друзья привет саша иванов проект я вырос в лесу строится коттедж три на три метра и конечно же есть мечта и было всегда иметь не просто дом свой до дом с какой-то с террасой и тут прикинул остается кое-какой материал люди то что остается он есть никогда не пропадет есть 100 доска 50 на 100 там есть доски 25 на 100 это доски для обшивки желательно их не трогать вообще потому что это на стены не тут были какие-то остатки два брусика я помню по а даже три бруса по 2 метра 100 на 100 это уже ребята какой-то знак также у меня есть еще два листа железа двухметровая и думаю вот здесь под окно может быть сделать такую террасу где можно будет с кухни подавать в окно еду и сидеть там ее есть больше всего нравится момент в таких делах это когда реально не знаю как реально нет чертежа в голове есть миллион каких-то мыслей как реализовывать не знаю сто процентов совершу какие-то ошибки ребят до сто процентов когда только начинаешь чем-то заниматься обязательно ошибки сделаешь но если не делать никаких шагов то не сможешь пройти через ошибки и не сможешь получить какой-либо опыт и лучше я получил этот опыт при строительстве коттеджа три на три метра чем при строительстве какого-то уже большого более серьезного дома поэтому сегодня мы с вами приглашаю вас в это увлекательное путешествие набрал собой кучу инструмента 2 2 коробки гвоздей ручная пила а какой там инструмент молоток пила гвозди есть еще такие подставочки это тротуарная плитка надо начинать здесь потихонечку сейчас обустраиваться что-то надо как-то как-то крышу опереть что ли неплохо бы вот эти опоры еще когда окно делал думаю сверху же не будет ничего давить поэтому тут никаких подпорок не делал просто теперь похоже будет давить размером даже чтобы с размером определиться какого размера должно быть это нужно какое-то прям серьезное решение принимать по-хорошему хочу сориентироваться по материалу чтобы много не пилить точнее обрезков чтобы много не было материал у меня трех метровый самый нормальный такой это полтора метра стропила сделать ну или как основе на крышу в общем тут полтора метра до и внизу тоже хотелось бы полтора метра головоломка ребята есть еще такие палки я прям подписал винтом винтом пошла кстати сам когда сушил материал делал на 4 прокладки при трехметровой длине вот смотрите вот видно раз два три четыре у меня ничего винтом не пошло не брус 100 на 100 не доски вообще ничего на двух прокладках когда лежит все-таки некоторые носки которые серединке дерева они маленько таким пропеллером становится мы сейчас попилим и куда-нибудь интегрируем а так не сотая доска 100 на 25 да и здесь нормально я уже забыл вспомнила куда ее покупал забор хотел тут сетка обтягивать но сейчас не до этого часть ушло на обрешетку крыши сейчас сюда уйдет и по поводу пола думаю что если сделаю достаточно часто лаги из 50 на 100 то можно будет дюймов к пол выстелить и он не будет прогибаться вряд ли она а чё там выдумывать да можно взять доску сейчас кто-то скажет а как же строительные меры эти правила и нормы ребята но мы же не строители просто ну я по крайней мере точно я практик ну и поход будет тоска лежать да ну вообще у нее нет шансов здесь прогнуться или пружинить такое расстояние тогда и сделаю сейчас 1 2 3 4 5 6 7 штук расстояние между ними примерно двадцать восемь сантиметров тоже еще надо прилепить все таким образом чтобы дверь потом встала и она могла открываться а то мы тут сейчас на делаем этих пристройка потом дверь будет не поставить тебе мама купила а ты ломаешь взял на делу дырок в основании наверно кому-нибудь другому я бы не позволил это делать в своем доме ну ничего так пока что просто интересно как это со временем себя поведет будет это разбалтываться расшатываться ну тут прикреплю маленько еще мы болты сейчас на гайке как-то вот так должно работать сюда так вот заодно и узнаем как интересно а как же он с этой стороны все это будет крепить ребята я вам скажу он не знает еще пока решил закрепить хотя бы стой надо говорить или не надо что не стал ничего вычислять тут 15 минут на это тратить просто на глазах бум-бум-бум наделал того что сейчас выясняешь вычисляешь потом что-то куда-то не попадет как например сначала ну думал к опорам привязаться а если поставлю на опору у меня здесь будет торчать сделать что все торчали тоже как-то можно конечно было ну надо испытать вот эти штуковины как они в подвешенном состоянии будут они работать не будут сейчас еще для надежности шурупчиками маленько подосвободить пакеты чуть-чуть подразобрать все это безобразие маленько зафиксировать и даже не знаю они зачем такие длинные давай сохраним были на 40 куда-то покупал ты сейчас налепил по одному с каждой стороны хотя бы да наверное лучше поближе к доске самой чик тур ну вот как то так здорово здорово привет мы как-то будем дружить друг с другом каким-то образом так какие-то подлиннее какие-то покороче оказывается доска бананом что-то непонятно но после обшивки этого уже никто не увидит только вы ребята что-то мешает что-то 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 Поехали. 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 Напоминает всю это какой-то диван-кровать. Сверху вниз начал. Сейчас закончим этим фундаментом. Пеноплекс. Один кусочек остался от прошлых построек. Почему-то разного цвета. Вот так должно быть. Вот так вот. Кажется, все в порядке. Так многовато. Хотя, если уровень перевернуть другой стороной, когда он дешевый... Не. Все равно многовато. Ой, не отвалилось бы. Лучше маленько подкопаться надо здесь. Ну вот, практически. Чуть-чуть наклончик есть. Песок может на полсантиметра еще сядет сырой. Серединка. Я думал одну опору тут еще поставить. Ну тут бум-бум-бум. Думаю, дай-ка я ее в середину поставлю. Так никто не делает. Ты делаешь неправильно. Я не знаю, а что они так не делают-то. Нормально это в середину поставить опору. Тут же люди будут заходить. С этой стороны какая-то лавка будет стоять. Тут типа столик или что-то такое. Перила сами. И основная нагрузка-то она будет здесь, в середине. Вряд ли кто-то будет тут. Хотя, ну что, подошел сюда. Нормально. Доска лежит плашмя. Вот эта 50 на 100. У нее, конечно, здесь силы-то в ней особо нет. Сделаю-ка я, пожалуй, еще одну опору. Что там, ведро песка принести? Сделаю-ка я, плашмя. Фундамент за то, как четенько совпал, да? Ну, вот эти опоры. Есть такая притча, когда дедуля, у него дети уехали в другую страну. И там родился внук. И никак не получалось приехать, посмотреть. Хотя он слышал про него много. Внуку было уже 7 лет, когда дедушка смог приехать. И он слышал, да, что он хорошо стреляет из лука. И он думает, кто же мой внук, а? Может быть, эта великая личность пришла в этот мир для того, чтобы стать прославить и себя, и всю семью. И деда, конечно же, прославить. И он посмотрел, чем занимается внук, и увидел мишени, в которые тот стреляет из лука. Там стрелы все попадали четко в середину мишени. И он подумал, о, да, это знак. Это точно великая личность, каких тут не было уже тысячи лет. Он будет, наверное, таким. В общем, дед размечтался, весь разгордился. Потом подошел к внуку и говорит, слушай, расскажи, как ты это делаешь? Он говорит, деда, все просто. Я сначала стреляю, а потом рисую мишень. И с фундаментом то же самое. Сначала каркас, потом фундамент. И все идеально подходит. Все четко. Сначала каркас, потом фундамент. Сначала каркас, потом фундамент. Т 말�orgt, потом фундамент. Паркас, потом фундамент. И距点, формально падаешь. Т Geneva peque включается. Знаете, он очень хорошо подкают. было бы у человека четыре руки и было бы вообще здорово а 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 Продолжение следует... 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 солнышко уже вот-вот сядет за деревья за дома сегодня на ровном месте возникла такая вот штуковина терраса для коттеджа по задумке здесь можно будет зайти и с той стороны тоже можно будет зайти тут будет лавочка с этой стороны столик или что-то подобное перила здесь будут среднего столба тут не будет ему здесь и куда тут еще городить тут назревает прям отдельный выезд по установке укосин потому что вот это временное если все снять все будет шататься и как бы эта конструкция потом вместе со снегом не отъехала бы вообще в сторону то же самое и основной домик здесь вот эти укосины их нужно врезать нужно приезжать в идеале конечно думаю в каждую стенку вот так вот по две штуки врезать и там в этот в террасу то же самое ну а сейчас надо доски пособирать маленьких перетряхнуть убраться здесь потому что следующий выезд я пока не знаю когда он будет ну сейчас того гляди будет 1 сентября еще сентябрь он такой довольно теплый у нас тверская область ведь думаю что попробовать успеть в этом году все доделать до зимы друзья спасибо за просмотр спасибо за поддержку даже если нет навыков а есть желание все придет через какой-либо опыт будем его проходить вместе спасибо еще раз всем добра здоровья сил с вами саша иванов проект я вырос в лесу до новых встреч пока и по проекту не побоюсь этого слова вот он на одной странице будет дом 3 на 3 хочется сделать еще достаточно гармоничную высоту не башню скворца который будет такая верх а чтобы домик все-таки имел какие-то более-менее очертания такие приятные природные